всем привет сегодня мы с вами попытаемся вот я сделать бомбу basic ли это и есть бомба называется техника называется paint bomb если видите то я вклеила один маленький стаканчик внутрь 2 стаканчика побольше что мы будем делать так разведены краски вот у меня красный оранжевый желтый обычный желтый просто стандартный и я чуть-чуть туда капнула у меня есть такой зал марта неоновый желтый для яркости вот мне кажется что это будет интересней и и значит сиреневый и много-много черного где чем заключается чтобы создать хочется такое что-нибудь космос какой-то вот космическое настроение а для того чтобы получить sales можно использовать или вот эту штучку это силикон или если нет такого можно использовать обычный коконат мелк сиру очень удобно я сегодня буду использовать все-таки силикон значит мы добавляем пару капель буквально потому что краски немного мы добавим по паре капель в каждый цвет кроме черного так у меня тут что-то отвалил естественно да что такое вот буквально две капли в каждую раз два раз два раз два вот сиреневый а уже там чего-то нового теперь мы аккуратно это перемешиваем не сильно буквально несколько движений аккуратных нежных сильно взбивать не надо потому что чем сильнее вы взбиваете тем краска sales будут мельче будет много но они будут мельче чуть-чуть вот так вот как-то чуть-чуть и это помешаем вот и сиреневый а у меня палочка палочка палочку дайте человеку так чуть-чуть сиреневую промежать как я уже сказала черную силикон не добавляю вот промежать чуть-чуть так вот а краски я развожу как я уже значит в данном случае вам тюван то есть один как дому половина краски половина стоит ролл это это кондиционер для краски можно в минарс купить он сейчас нас или там по 13 долларов за голову вот а значит что-то тут пузырьки что еще вам нужно торч мой любимый тортик вот и много-много черной краски ну вот давайте посмотрим как получится я пейнбом никогда не делал поэтому этот эксперимент собственно как для вас так и для меня поехали давайте посмотрим как получится задача в чем сначала мы наполняем чашечку внутри слоями дали не красненький оранжевый вот желтый сиреневый нам надо заполнить эту маленькую чашечку до краев что мы попытаемся сделать мне чуть-чуть не вышло до края поэтому у меня есть тут еще не он пень такой капелька давайте добавим тоже вот я думала пригодится или не пригодится это микс мадженты сейчас покажу просто маджента маджента и вот и не он пинг точно такой же как вот это желтая только не он пень я чуть-чуть да давайте чуть-чуть вот капнем пусть тонет внутрь вот ну и сверху еще чуть-чуть наверно оранжево и красным закончу да вот красными закончу галактика галактика вот налили сейчас мы это все выгребим вот практически полное теперь задача в чем налить черный вокруг то есть мы наливаем черный большую чашечку вот сейчас я вытушу палочку вот и мы с вами попробуем я даже бы так сказал у меня он уже есть черный черный разведенный с флюетролом видите black and you part of the floor давайте потому что из носика удобней выдавливать чем заполняю чашечку так вот вот когда закроется сейчас она потихоньку пойдет и на чашечку закрываем все черным вот так теперь отставили пока что я покажу вам как я ставлю свой холст чтобы удобно было им как бы за оперировать он меня в ответе на таких на больших пушпинс то есть это значительно удобнее его взял в руки и можешь tilt можешь поворачивать как тебе удобно теперь что мы делаем вот сейчас я отставлю все шуме тут он оставлен ряду берем холстик переворачиваем холст на чашечку вообще вы знаете что холст там большой поэтому я наверно так уж на этап вот так ставили и перевернули вот ждем теперь вокруг этого всего стаканчик мы его не трогаем и его так сдвинул плеваем черным вокруг аккуратно чтобы всем все все было закрыто чтобы было флоу эффект си не хватит сейчас я еще сделаю намешаю чё черного но я думаю что хоть ты что вроде как бутылка то есть уголочки так что-то застрял вот так вот так что у нас здесь еще я наверное еще разведу немножко черной краски потому что мне кажется что я немножко маловато вы как раз его видите я надеюсь как я развожу черную краску черная обычная флоу акрилекс вот не очень удобно так чтобы вид до вам было вот так ну я на глазом дело конечно не мирю один двум одна часть краски две части флэй тролл так берем перемешиваем за стаканчик перевернутый можете не волноваться потому что ему как раз надо красочки всех сесть ну вот и мы это все на успеем сделать перемешиваем хорошенько до однородной однородной массы краска должна быть вот такая вот жидкая 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 размешаем сейчас как следует все это дело а а еще раз повторяю в черную краску мы силикон не добавляем потому что это наш бэкграунд и нам не нужно чтобы там образовывались эти все значит это будет выглядеть как мы с просто и вот ну давайте еще пойдем тут что-то на уголочки потому что их труднее всего как бы обрабатывать вот теперь берем какой-нибудь сейчас найдем вот у меня есть такая спать его просто разровняем всю эту черненькую аккуратно по всему холсту но уголочки чтобы меньше потом с этим возиться чтобы было ровненько и аккуратненько вот такое вот у нас получается разровняем все холст довольно большой тут я не помню по моему это восемнадцать на двадцать что-то такое или на двадцать четыре даже может быть честно говоря я потом лучше в описании когда замерю все это скажу точно вот разровнять какая-то ерунда вывалилась непонятно и что это какая-то как а козявка вот мы с вами разровняли все это патюль уголочки залили вот пусть она себе слову ровненько и красиво теперь мы все сделаем с вами пока отложим спать унут мы беремся за наш стаканчик чуть-чуть как бы уголочек приподнимаем так вот один уголочек чуть-чуть выпустить воздух и протаскиваем 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 и что я вам могу сказать вот это видите как в чашечке все это выглядит ну и let's let the magic беги можно чуть-чуть теперь я что хочу сделать чуть-чуть наклонить чтобы она не была так ровно вот чтоб текло аккуратно чтоб текло такая вот у нас можете tilt вот что делает силиконом объясню вот эти cells как вы видите теперь чтобы их чуть-чуть еще больше проявить и заодно убрать air bubbles от воздуха пузырьки которые нарушают краску мы будем использовать торч близко не надо к поверхности краски потому что если вы будете совсем близко вы сажать и краску 500 год обвисли вот убрали пузырьки прошлись вот слушайте красиво как вы станете чуть-чуть прошлись и я думаю что надо немножко tilt это все наклоняется чтобы оно поперетекло так у меня конечно что-то уже упал отвалился то пушпин вот здрасте насть называется здрасте насть слик вы хотите сделать краешки чуть-чуть вы спи всегда можете использовать задержить под рукой тряпочку по и пыталась потому что акриле к слову грязная работа скажем так вот поэтому всегда будут какие-то проблемы замазать уголочки хочу краюшки все бокалиночки как вы видите со временем меняется то что у вас на холсте то есть селса не проявляются со временем если вы хотите что-то еще с ним сделать можно сейчас покажу что можно сделать черненьким закрасим аккуратно чтобы не было холста видно потому что очень некрасивко торчит вдруг какие-то вот эти вот появляются белые когда его видно насквозь это не есть хорошо должно быть все аккуратно в цели по возможности как вы понимаете проявится теперь я думаю что это можно чуть-чуть феном пораздуть как вы считаете думаю что мы можем добавить немножко черного вот здесь селс не нравится но хочется чуть-чуть раздуть вот здесь подольем чур и подуем к мы с вами феном вот так вот вот так вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Если честно, то я вот это не хочу трогать, мне очень нравится, но я хочу сделать чуть-чуть выспе лук, поэтому я, наверное, попробую подуть чуть-чуть строго Мне нравится, что здесь есть negative space, то есть когда пустое пространство и наша картина не сильно загружена формами и так далее Поэтому вот меня это из пилок совершенно устраивает Ну и в принципе я вам скажу так Что мне кажется, что больше ничего делать не надо Как вам наш космос? По-моему, очень красиво Вот такая вот Значит, теперь мы это все оставим Опять же А со временем, когда это высохнет, оно совершенно необязательно сохранит city cells Потому что все проявляется со временем Ну а вот это и есть magic В акриле Пури Just follow the path And I think you will get something beautiful Вот такой вот Жучок-паучок По-моему, очень красиво А вот Потом, когда это высохнет Можно усилить эффект космоса И сделать Сейчас на мокром, на черном не имеет смысла этого делать Просто вы берете Любую щетинную, желательно, кисточку Кисточку Окунайте в белую краску Чуть-чуть, кончики Вот как бы так, чуть-чуть И стучите И получаются звезды Я завтра да сниму это все Если хотите Но это очень просто Я могу показать на чем-нибудь еще Я не знаю Но это пока я трогать не буду Пусть оно сохнет I love it Я люблю это Еееей Сейчас мы с вами посмотрим Как это смотрится уже вблизи Внимание Сейчас сниму телефончик Чтобы было удобно Вот Смотрим Что у нас получилось неоновые цвета обычно они они полупрозрачные поэтому есть вероятность что то что с неоном чуть-чуть уйдет вглубь то есть как бы утонет но мы посмотрим чем черт не шутит может быть остались мне очень нравится вот это вот желтое сиреневым бесподобно совершенно вот раздули что получилось такие краешки по моему beautiful вот соответственно всем спасибо кто смотрел ну и посмотрим чем дело закончится